И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами наконец-то таки добрались до альбома Мерлин Мэнсон, We Are Chaos, от которого я не ожидал получить ровно всего того, что было на нем спето, сказано и вообще какую вот атмосферу он с собой предоставлял. И я понимаю, что для некоторых слушателей, даже для фанатов Мэнсона, альбом будет все-таки звучать там, ну, пресновато, простовато и слишком так олдскульно-статично, так как он действительно мало напоминает предыдущие альбомы Маэстро. Он легковат и простоват в сравнении. Тем не менее, вот что называется, у него есть свой собственный шарм в лирике и музыкальная ценность в его многослойности и композиционной объемности, что делает его однозначно одним из лучших в дискографии. Вообще, альбом Мы Хаос, то есть если переводить так название дословно, я ожидал услышать совершенно в другом ключе и совершенно в другом формате. Принимая во внимание стилистические движения из альбома в альбом в рамках дискографии Мэнсона, стоило ожидать чего-то, ну, менее метального и гитарно-шумного, тем более агрессивного по настроению. Примерно такая была трансформация от Born Villain к The Pale Emperor. Потом сразу после него был Heaven Upside Down, то есть было вот более агрессивное, более мелодично-меланхолично и обратно более динамично-агрессивное. То есть я примерно ожидал Бледного Императора номер два, который звучал бы, ну, более задумчиво-меланхолично, а может быть даже и депрессивно. Дескать, там многомесячные конфликты пандемии все-таки, ну, могли сказаться на песнях Мэнсона. И во многом так и получилось на самом деле. Но без своей собственной изюминки альбом не оказался. И именно вот этого я как раз не ожидал услышать. По названию и обложке мы имеем такое двойственное довольно-таки впечатление. С одной стороны, за названием Мы Хаос наверняка кроется там обобщенная символика людей, которым трудно найти свое место в мире, которые чувствуют себя не в своей тарелке и которым вообще не очень-то и хорошо живется в эмоционально-ментальном плане. С другой стороны, это описание человеческой природы, которая всегда непредсказуема, всегда рандомна и хаотична. Ее нельзя там предугадать заранее, нельзя как-то там, ну, причесать и привести к каким-то, там, я не знаю, социально-законным, принятным каким-то форматам, нормам и рамкам. Именно поэтому текст треков очень часто описывает такие довольно, ну, депрессивные образы, которые уже ничего не ждут ни от себя, ни от жизни и даже не боятся смерти. Как раз это сознание такого несоответствия себя с другими. Иногда даже вот при этом, при всем, ожидая скорее пришествия смерти, как, ну, смены вот своего существования. А сама же обложка, мне кажется, довольно-таки обобщенным изображением вот этого бесконечного образа смерти, о котором и поется в большинстве здешних песен. Больше того, ее цвета, вот эти красный, черный и голубой, хорошо гармонируют со вступительным треком, где именно такого цвета описываются огни, которые поджигают все, что ассоциируется с жизнью. Лирически он очень часто крутится вокруг символики смерти, темноты, ночи, депрессии и прочих классических готишных символик. И если титульную песню можно списать там как упадническо-социальную, опять же, это будет зависеть исключительно от трактовки, если вы захотите считать ее социальной, то уже начиная с песни Don't Chase the Dead, строчки крутятся вокруг безответной любви и осознания тщетности бытия. Этот же трек и поет, если ночь будет вечной, то нам нечего бояться того, что завтра не настанет. Примерно о том же поет и трек Infinite Darkness, то есть дословно переводим как Вечная тьма. Параллельно с этим прослеживается такая прямая эмпатия всем тем вышеупомянутым людям, которые находятся в плену своих эмоциональных тревожностей, и лучше всего эта солидарность выражается в предпоследнем треке Soul of Coagula, где поется вот дословно переводим «Я просто сломан и не хочу, чтобы меня чинили». И отдельно это опять же еще раз подчеркивается финалом альбома в строчках «Я оставил на тебе царапины и больше не хочу тебя проигрывать», что в связи с другими песнями, с другими текстами песен, мне видится как ода ухода из жизни. Дескать, человек оставил свои царапины на этом бренном существовании, да, больше он не будет этого делать и вообще никогда к этому не вернется. Кстати, это опять же не отменяет еще целого ряда различных других трактовок, отсылок к ранним альбомам и значений в рамках неудачных отношений. Собственно, Мэнсона, там в прошлом особенно, мы там знаем, альбомы были посвящены этому делу, его собственных ментальных проблем и точно так же проблем с целым перечнем наркотических средств. Одно не отменяет второго на самом деле, но как бы там ни было, текст здешнего альбома цепляет своей искренностью и мрачно-флегматичной атмосферой, причем как ни один другой альбом. Музыкально же мы имеем здесь намного более уникальный случай в дискографии «Маэстро», так как те же лирические месседжи мы могли слышать на предыдущих альбомах, ну в той или иной степени, все-таки послабее, не настолько готично и прям так «у-у-у-у», вот это все. Но было. Но мы до сих пор не могли слышать альтрокового, акустического и хэви-метального звука, вот такого высококачественного классического образца. Казалось бы, вот что такого будет в очередной балладе, акустической балладе, которая звучит как хиппи-рок 70-х годов? Или легко перегруженный гитарный риф в глэм-хэви стиле, на котором и держится весь припев? Вроде бы ничего, вот казалось бы, на первый взгляд. Если бы не целый ряд там деталей, которые подсознательно ощущаются и воспринимаются совершенно нетривиально, и без какого-либо впечатления попсовости и нафталинности. То есть за довольно стандартными и за довольно привычными клавишными и гитарными аккордами был еще скрыт целый ряд инструментальных партий, целый ряд вокальных слоев, что делало прослушивание каждый раз не похожим на предыдущее. С каждым новым нажатием на рлау улавливались какие-то бэк-вокалы, какой-то отдаленный инструмент или там имбедный синтезатор, которого и раньше, вот при прошлых прослушиваниях и близкой было незаметно. Ну и плюс, не забываем про собственные вокалы Мэнсона, которые, как и всегда, подходят к совершенно любому непривычному звуку. Больше того, вокальные линии, прописанные местами, очень похожи на олдскульный глэм-рок или хэви-метал, но, во-первых, за счет собственного тембра Мэнсона они не воспринимаются как копирующими кого-то или что-то, а, во-вторых, за счет очень многослойной и разнообразной аранжировки и даже некоторая похожесть, которую ты, ну, подсознательно понимаешь, она не кажется все равно критической. Ну и, конечно же, если вот брать и сравнивать относительно других альбомов дискографии, я слышу больше заимствований и перекличек с моим любимым альбомом Mechanical Animals, в котором было точно так же много глэма и хэви-металной стилистики, позволяющей слушать альбом не для агрессивного качи, в первую очередь, а для сугубо танцевально-грубового опыта. Только вот здесь, в отличие от животных, мы не слышим и близко каких-либо там индастриальных сэмплов или синтезаторов или готичной эпичности, зато видим такое акустическое меланхоличное настроение и полубалладное вокальное исполнение. В результате имеем прекраснейший слушательский опыт, при этом осознавая, кстати, что ничего сверхнового, ничего сверхкреативного, маэстро, по факту, не сказал. Велосипед он не изобрел здесь, но зато дал прекрасное настроение и звучание, в котором ну просто растворяешься при первом же прослушивании. Для меня этот альбом это 4,5 из 5, и если позиционировать его в нашем вот недавнем рейтинге альбомов дискографии, то я бы его поместил как раз вот чуть-чуть повыше альбома The Pale Emperor, сразу там перед альбомом Hollywood. Ну, потому что все-таки, ну, красиво же. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравилось вам или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики про музыку, про видеоигры и наши собственные треки, которые мы скомпоновали в альбом, и выпустим его уже 2-2 октября. Так что зацените, возможно, вам что-то из этого понравится, напишите, как вам нравится, не нравится, и вообще, спасибо вам. А так это все на сегодня, дамы и господа. Еще раз вам спасибо, и всем пока.